Товарищ главный судья, парад участников для проведения соревнований построен. Судья проводит участников. Здравствуйте, товарищи участники! Здравствуйте, товарищи! На днях в селе Ермолаево на стадионе здоровья прошли ежегодные соревнования среди пожарно-спасательных частей сельских поселений. Участие приняли 9 команд. Я понимаю, тут стоят сейчас половина профессионалов, половина тех, которые работают параллельно. И в то же время участвовать в пожарах. Я хочу сказать вам спасибо. В любом случае, такое спасибо, как от пострадавших, от кого вы спасете на пожаре, вы такого спасибо точно больше не услышите. Проведение таких мероприятий необходимо для практической отработки навыков по оказанию помощи гражданам, обмена опытом и пропагандой приема в помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий. Соревнования прошли в два этапа. На первом команды продемонстрировали оказание первой помощи пострадавшим с наложением шейного воротника, шины на ногу пострадавшего и перемещением его на носилках. На шине еще один остался, ребята. На втором этапе участники должны были одеть боевое снаряжение, пожарный пояс с топором в чехле, каску с подбородочным ремешком, забралом и кирзовые сапоги или высокие ботинки. Далее огнеборцы прокладывали магистральную линию диаметром 77 миллиметров, присоединяли разветвление, рукавную линию и ствольщик выходил на позицию, чтобы поразить мишень. То есть условием второго этапа была отработка навыков тушения условного пожара. О результатах соревнований позже нам сообщил начальник пожарной части 126 Сергей Фадеев. У нас проводились соревнования по двум подгруппам. Лучшая добровольная пожарная команда и лучшая пожарная команда. Лучшей добровольной пожарной командой было четыре команды. Первое место заняла добровольная пожарная команда Свободинского сельского совета. Второе – Бахмутовского сельского совета. Третье место – Ленинского сельского совета добровольная пожарная команда. Четвертое – Мурабтаусского сельского совета. Среди пяти добровольных команд лидером стал второй караул пожарной части 126. Второе место заняла ведомственная пожарная охрана Кончуринского управления подземного хранения газа. И третье у команды караула номер один.